welcome 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 дорогие друзья приветствую вас на пятой пятой части обзора мультсериала от а netflix в сотрудничестве с райдгеймс под названием аркейн в этом эпизоде будет много интересного очень многое было что интересно наверное это эпизод номер два по силе для меня из шести пока вышедших лучше конечно же номер три номер пять вот этот и но это для меня и будет сейчас все это рассказано и вот эти пасхалочки показаны одну правда я вам не расскажу спрошу знаете ли вы что там произошло просто мне интересно поэтому ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите свои комментарии а по поводу того что вы здесь увидите что не увидит даже если будет это негативно я все но читаю пытаюсь исправляться кстати об исправлении предыдущем видео я сказал что джейс стоял по правую руку от матери но почему-то в моей голове я думал что я говорю что у джейса по правую руку стояла мать ну кто не в курсе если девушка старается стоять по твою вот она правая рука под твою правую руку она как раз таки не пытается с тобой манипулировать а наоборот она старается быть твоей типа правой рукой а если девушка по левую руку у тебя пытается стоять и тусить там то она с тобой пытается манипулировать именно поэтому промыл я потом говорил но я почему-то в тот момент где-то тупануло. Люди там сказали, о, они путают право и лево. Ну, путаю и путаю. Чего пристали? Идем, короче, в историю. Ребят, у нас флэшбэк. Все стартует с флэшбэка. Забыл сказать, спойлеры! Спойлеры! Баста! Закрываем видео. Если не хотите знать, что произошло в пятом эпизоде, четвертом и в предыдущем, потому что я буду туда тоже отсылки давать, то все, закрываем видео, идем смотреть. Посмотрели, потом сюда приходим и пишем гневные или позитивные комментарии в мою пользу. Ну что ж, ребят, начинается с очередного флэшбэка и теперь я понимаю, почему в первом эпизоде все стартовало с флэшбэка и теперь я в целостной вот этой истории вижу смысл ставить в начале. Да, это не имело эмоциональную силу, такую, как должно было, где нам показали Вандера, который понял, что он повел на революцию детей, по сути, и их родители. Родители погибли, дети теперь под его опекой остались и для детей это тоже стало стрессом. Это был флэшбэк, аж для трех персонажей, для Джинкс ее трагедия, для Вай ее трагедия и для Вандера его трагедия. Потом нам показывали флэшбэк, вы помните, силка, как он потерял можно сказать глаз и потерял веру в своего брата Вандера. Правда, тут не совсем опять же понятно, брат это был по оружию или это брат был реалистичен. Нам про это так и не сказали. Но не было фразы, я к тебе относился как. Брат, была фраза ты был мне братом. И что в английском, что в русском. Соответственно, это, возможно, и правду был братом. Была у нас предыстория Джейса, флэшбэк, где нам объяснили, почему он так хочет объединить магию и хекстэк. Дело в том, что технологии могут помогать людям, он это знал. Но и магия может помогать людям, потому что однажды магия его спасла. И его, его мать. И поэтому он решил их объединить, чтобы быть еще более полезным для всех. Ну и теперь у нас флэшбэк, наконец-то, уже по Кейтлин, где нам объясняют не совсем объясняют. Тут прямолинейный будет текст. Объяснение мы узнаем чуть-чуть позже. А для Кейтлин здесь будет задан вопрос. Нам показывают, как она стреляет в тире на полигоне и побеждает даже саму шерифку. Шерифку нам снова показывают, которую вы знаете, убьет силка при помощи своего мутанта. Но после этого она задает вопрос. Шерифке, а зачем ты мне поддалась? Она говорит, ты меня что, обвиняешь? Ты что, охренела мелкая? Я тебе не поддалась. Я просто хотел посмотреть, попадешь ты или нет. И мне никто за это не платил. Ну и в итоге шерифка ставит на место Кейтлин и задает ее элементарный вопрос. Вот я-то шерифка, она говорит. Стреляю, потому что мне нужно ловить преступников. А ты-то нахрена стреляешь, богатенькая. И это правда. И вот эта вот вся линия, вот эта вот идти будет на протяжении всего этого момента сериала. Зачем Кейтлин все это нужно? И вправду зачем? Кстати, о Кейтлин. В настоящей истории она сейчас находится в тюрьме и начинает общение с Вай, где Вай не очень намеренно с ней общаться, потому что она инфорсер, потому что она из полиции. И когда она уходит, Вай намекает ей, что передай силка привет, я все еще, мол, жива. И тогда Кейтлин понимает, что она не за то ее приняла. Вай не за то ее приняла. И решила рассказать ей, что имеется у нее за данные по поводу Джинкс. Ну и тут же Вай заинтересовался, потому что тоже поняла, что и она ее приняла не за то же. И вот с этого момента, ребята, стартует так называемый Bromance Story. Кто не в курсе, это жанр, кино-жанр, как боевик, который был популярен в 90-х, 80-х годах. Там же у нас было и Little Weapon фильм, там же у нас был и Танго, и Кэш, и много других не самых крутых фильмов, но они все были. Даже Ван Дамм однажды снялся в своем же собственном фильме, которым он играл самого себя два раза. Он назывался Двойной Удар, да, по-моему, Двойной Удар, или Двойной Удар, по-моему, так он назывался. Даже у Джеки Чана, кстати, был, у нее был Двойной Дракон. И это все фильмы, где разные персонажи от разных миров социальных объединяются вместе, делают так называемые инь и янь, и они должны быть обязательно одного пола. И кто-то скажет, ага, здесь просто гейские намеки, ты не совсем понял. Здесь на самом деле Кейтлин Лесби, ты что, не помнишь? Она же Би, там показали это несколько раз. Ребят, ну вы совсем ебанутый, извините. Вообще здесь ничего такого нет. Вы просто не жили в 90-е, видимо, и не знаете, что это... Ну, это жанр фильма. Тогда, ну, Танго и Кэш, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел тоже должны были в душе, так сказать, в тюрячке чем-нибудь другим еще позаниматься. Потому что у них тоже были вот эти взгляды друг к другу, тоже были вот эти вот обнимашки, ну, не было целовашек. Как и здесь не было никаких целовашек, просто это броманс. Только в данном случае это не броманс, а так как история идет вокруг Кейтлин и Вай, и мы знали, что у них такие истории есть по лору. Это можно сказать... Жеманс, Жеманс, Женманс, вот такой вот будет. В общем, к чего я это веду? К тому, что при помощи Джейса, его печать, я не знаю, где она ее уже взяла, Кейтлин освобождает Вай из тюрячки и говорит, ты мне поможешь найти преступников. Ну, та, в общем-то, и не против, потому что сама не хочет выйти из тюрьмы. Кстати, она так и не сказала, сколько просидела в этой тюрьме. Мне люди писали, что они знают точное время. Я что-то вот пока пересматривал, не нашел нигде эту цифру. Ну, ладно. Показывают Маркуса, который зачитывает не молитву, а последнюю речь перед погибшими. Шесть погибших полицейских произошло. Вот тогда трагедия. Джинкс, по сути, их всех убила. И он разозленно возвращается... Ну, сначала он положил цветы у могилы Грейсон. Это как раз-таки шерифки. Возвращается к силке и говорит, какого хрена ты делаешь? Ну, а тот ему говорит, вот тебе бабки побольше. Только отстанет меня. Джинкс натворила делов, но мы не собираемся ее сливать. Вот тебе бабки. И Джинкс всегда это все подслушивает. Нам постоянно показывает, что она где-нибудь в потолке сидит. Все это видит. Силка об этом тоже знает. Но в защиту силка скажу, что он и никогда не собирался ее сливать. Он действительно к ней относится как к дочери. Да, у него свои отношения с дочерью, но все же. После чего нам показывают Джейс с... как вы видите, Виктором. Виктор совсем здесь уже болен. Он даже кровью уже харкать начнет. И главный конфликт здесь заключается в том, что Джейс получил власть, и Виктору это не нравится. Ему не нравится, что теперь это власть консула, которая есть у Джейса. Она будет мешать ему работать над хекстэк-приборами. Он перестанет думать о как раз таки нижнем слое населения, о котором они вместе собирались думать. Ну, а тот начинает отчитывать Маркуса, мол, какого хрена, у нас здесь коррупция, да Путина на вас нет и так далее. Ну, Маркус говорит, да-да-да-да-да, я очень рад, что вы теперь у власти. Сколько вы дней здесь у власти? А тот говорит, я два дня у власти. А, молодец какой. А что, два дня, красавчик какой. И что ты хочешь? Он говорит, я хочу всех на уши поставить. И Маркус такой, ты? Или как? Он говорит, нет, я требую. Мне дали полномочия, я требую, чтобы у всех проводили обыски, всех начали ставить на уши, все корабли останавливать, перепроверять по нескольку раз. Но в этот момент Виктор харкает как раз ки кровью и выясняется, что Джейс вроде это видит, но не особо придает значение, потому что он разделен сейчас на пять, можно сказать, Джейсов. Один, который хочет помочь людям, другой, который хочет помочь Виктору, третий, который хочет расследование произвести и навести порядок в Пилтовере, четвертый, который хочет встречаться с Кейтлинг, пятый, который хочет встречаться с Мелл. В общем, не до этого ему. Но помните Джейс, которая обокрала его? Нам ее как раз показывают. Она-то исследование хочет произвести с этим шариком Хекстека, который они соорудили. Проводя это исследование, происходит маленький микровзрывчик, но так как она стабильная энергия, то взрыв никого не задевает, просто энергия разлетается. Но для Джейс происходит флэшбек, и она боится и убегает сама от себя. После чего, наконец-то, нам показывают Вай на свободе. Я даже немножко удивился, что так быстро сделали такой, знаете, прям форвард-джамп, как будто прошло несколько месяцев. Но в итоге здесь очень интересная сцена, я должен, наверное, вам ее показать впрямую, потому что если я вам ее не покажу, то вы потеряете смысл. Вот, вот эту вот хотел сцену показать. Кейтлинг говорит, тут есть ботисфера, по ней мы можем полетать над городом, и ты мне расскажешь, где, короче, мафия-силка находится. И показывают нам бабушку какую-то. Вай говорит, ты совсем, короче, давай-ка спускаться по старинке. И, блин, кадр-то я не могу вам это показать. Давайте еще раз этот кадр покажу. И здесь у нас идет омаж в сторону, чего бы вы думали, Ассасин Крида! Я вообще был с этого в шоке. Кто скажет, да ладно, все надевают эти штуки себе на голову. Ну да, да, каждый день ходят и надевают. Нет, ребят, это прямая отсылка, ну, такой омаж в сторону Ассасин Крида. При этом музыка будет как раз-ки в Ассасин Крида играть, пока она будет прыгать по вот этим гаражам, как мы в старые времена, да, в 90-е. Прыгать по гаражам, в общем, допрыгивать до самого низа, встречая здесь каких-то пареньков, и ты видишь, вот, если этот кадр смотришь, сразу же понимаешь, что она отберет у них одежду, потому что это ее костюм, надетый на них. Ну, так и происходит. Она его отбирает, ну, а нам показывают Китлин, которая за ней кое-как спуститься смогла. Вай отдает ей одежду, как раз-ки ту самую, которая будет в основном скине Китлин, потому что она слишком сексапильно одета. А почему она сексапильно одета? Ну, потому что это образ такой полицейских в пилтовере. В пилтовере, вы же знаете, у нас общество более такое цивильное, преступленности практически нет, есть торговля только, и поэтому полицейские там, ну, так надеты, так одеты, и все, в общем-то, никаких проблем нет. Поэтому это был каноничный скин ее, а теперь будет новый каноничный скин, который используется в Вайлдрифте, и будет использоваться в Лиге Легенд на скине Аркейн, насколько я понимаю. Вай надевает свой Аркейн скин, как раз-ки тот самый, который был в промо-роликах, и я забыл момент-то показать, когда она спрыгнула, Китлин, та самая бабушка здесь оказалась, то есть она, видимо, как-то спустилась сама, непонятно как, но это такая интересная шутка, потому что у нас же нету комик-рельеф персонажей, по факту, во всей истории. Если многие думали, что вот Майл комик-рельеф, в итоге его убили, и он вызвал только гигантское уважение, симпатию вызывал персонаж. Кого еще, да, назвать некого. Здесь вот будет вокруг Китлин много шуток строится в этом эпизоде, да и вообще в сериале много почему-то шуток вокруг Китлин, как будто ее сделали как раз-ки комичным тем самым персонажем. Блин, красивый кадр, потому что она вся синяя с коричневым, а здесь серая с белым, вот, и красная, прям, видите, инь и янь процветает во всю красу, и один персонаж абсолютно уверен, потому что она находится в своей стихии, это Вай, и Китлин совершенно ни в чем не уверенная, и вынуждена просто следовать за тем, куда ее ведет Вай. После чего нам показывают еще раз Виктора, который произошел вот когда у него кровь носом пошла, ну или там горлом, я уже не помню, откуда у него кровь пошла, отовсюду. У него произошло небольшое такое помутнение, но при этом он подумал, что можно сделать в лаборатории. И Джейс все же, вот как раз Джейс второй, да, решил прийти помочь ему немножко поработать. Но пока он работал, к нему там, надо это показать в сцене, я не знаю, как-то там зацепить кадр. В общем, там подошла эта девушка-ассистентка, и она дала ему уже документы, что он не может даже работать. То есть многие, я вот и видел в комментариях на Reddit, тоже писали, что «Ой, Джейс такой вообще красавчик, молодец, но он вообще не работает, все делает Виктор, Виктор должен всю заслугу получать». Джейс бы работал, просто на него сейчас слишком много выскочила всего. И вот сейчас к нему здесь документами подойдет ассистентка, даст ли документы по проекту Виктора, и одновременно с этим документы по тому, что нужно делать уже с Хекстэком по всему городу. В общем, ему не до этого. Дальше интересная комичная опять сцена, где я прям вижу эти фильмы 90-х, когда один персонаж в своей стихии уже вроде проводит то самое расследование, но троллит своего напарника, не показывая ему, что он проводит расследование, и он думает, что он тратит его время. Но на самом деле Вай знала, что диалог этот будет происходить, этот мужичок-повар подслушивает все это, она поела у него еды и забрала бумажку, где находятся ее люди, где находятся информаторы, чтобы их можно было найти. И нам показывают оперу, красивое здание, опера в центре города или где она там находится, в Пилтовере, куда пришел Джейс, куда как раз его и позвала, та самая Мел через ассистентку. И она ему здесь рассказывает, ты, чувак, что-то не понял. Я когда тебя консулом сделал, я сделал не для того, чтобы ты тут начинал сразу воду мутить. Давай-ка прекращай. Это раз, он говорит, я не могу прекратить, надо спасать человечество. Она такая, хорошо, ладно, раз ты такой бездарь, давай тогда договаривайся со всеми. И объясняет ему, что политика строится по-другому. И эта сцена, ребят, вся вот эта сцена, и она здесь будет два раза показываться, она с одной очень интересной пасхалкой. И вот здесь вот я прошу вас, напишите в комментариях, какую пасхалку я вам расскажу потом, в пятницу, наверное, или в четверг, в следующей неделе, как раз-ки перед 7, 8, 9 эпизодами там будет видео по пасхалкам. Но мне интересно, знаете, увидели ли вы здесь эту пасхалку, которая будет и в этом, и вот в следующем еще эпизоде. Тут будут марки, ну то есть метки, по которым можно увидеть, что это она, и будет конкретное доказательство потом от меня. Ну а просто вас интересно узнать, заметили или нет. Вообще здесь эта сцена очень похожа на Игру Престолов, потому что именно это здесь и происходит. Мел прям мне напоминает великолепного персонажа Игры Престолов Мизинца, только она не заведует борделем, она здесь заведует всем, что есть. И она как раз объясняет Джейсу, что так делать не стоит, и надо со всеми договариваться, давай-ка, Джейс, будем либералами и будем со всеми дружить, а не так, как ты начал устраивать, ну, то, что начал устраивать. Так, короче, перемотая эту сцену, это тизер, ребят, это не особо интересная сцена, где, возможно, если бы не было тизера, она эмоционально имела бы какой-то резонанс для меня, эмоциональный якорь, может быть. Но здесь Джейс, из-за того, что произошел взрыв у нее в лаборатории, у нее флэшбеки произошли по поводу ее детства, опять из-за того, что она всех убила, она пришла, вернулась туда, где когда-то Вай играла на этой штуке. Здесь же Джейс игрушки первые свои делала. Пришла, побила опять этот манекен, но проиграла этому манекену, проиграла Вай. И вот она заняла только второе место, Вай все еще лучшее. И это, опять же, отсылка для того, что Джейс без Вай ни на что не способна. В Ласт Дроп думала зайти Вай с Кейтлин, здесь маленький диалог был, просто решили нам показать, что Вай не могла пройти мимо своего родного дома тоже. Как бы Джейс показали, что она в родной дом вернулась. Вай вернулась в родной дом, но там теперь Ласт Дроп, тот самый барчик, которым заведовал Вандер, он теперь принадлежит Силка. Она обижена и пойдет в то место, куда ее перенаправили. Возвращают нас к этой сцене, где Мел убеждает Джейса, что нужно договариваться. Приходит одна из консулов, он договаривается с ней, обещает, что все технологии она будет получать в первую очередь, лишь бы она закрыла глаза на то, что сейчас он ведет гигантское расследование, хочет от коррупции избавиться. Но от коррупции он будет избавляться так, чтобы вы, как коррупционеры, не пострадали. И Мел им довольна, после чего она говорит, ну тебе пора идти и общаться со всеми остальными. И делает то же самое, он собирается и со всеми остальными, тоже им каждому говорить, не волнуйтесь, что вас тут обыскивают. На самом деле это все Филькина грамота, мы на самом деле ищем совершенно не вас. Мы знаем, что вы коррупционеры, мы не собираемся вас сливать. И вот довольная мать Кейтлин, потому что она думает, что она взрастила такого племяшу себе. А на самом деле всем им манипулирует, как вы видите, вот это женщина, женщина. Везде женщины. Ну и пасхалку, как я говорил вот в этом ролике, попытайтесь там найти. После чего Вай с Кейтлин пришли в бордель. Как раз туда информатор и направил их, что нужно идти в бордель. И здесь происходит интересная сцена, где по сути Вай перенаправляет Кейтлин, она понимает, что та не от мира сего и решает от нее избавиться. Не то, чтобы ее убить там или так далее. Она просто ее решила слить. Ну я сначала подумал, это сделано для того, чтобы поговорить на едине со своим информатором, с той самой женщиной в борделе главной. Ну а потом увидел, что она ее же не забирала из борделя. Вай просто решила, что она ей не нужна. Вай сама все сделает. Вай сама со всем справится. А с Кейтлин она делится не то, чтобы славой. Она просто не хочет с Кейтлин делиться ничем вообще. Кейтлин это не тот человек, с которым ты хочешь дружить. Ну и я обязан вам показать этот кадр. Он будет впереди или он уже был? Тут поперематываю немножко. Он должен быть же, подождите. Раньше он разве был? Вот он! Я обязан был вам показать этот кадр, потому что все почему-то от него фапают. Прям мечтают посмотреть на этого Йордла-мазохиста. Ну в общем, вот вам Йордл-костюм. Самый потрясающий Йордл-костюм в этом всем аниме. Сливает Кейтлин, оставляя ее в борделе с разными тут людьми. Ну а в этот момент Маркус смотрит опять на эту кровавую монету, которую он все же взял получается. Тогда он мне казалось, что деньги все же выбросил. Но он все же взял эти кровавые деньги. И он объясняет, что не может он уже. Так, хватит уже. На что ему говорит Силк, успокойся. Вот тебе граната. Скажи, что эта граната принадлежит файер-лайтерам. Кстати, еще раз про файер-лайтеров. Файер-лайт переводится с английского языка как каминный костер, каминный огонь. Но созвучно со словом Firefly, что в английском языке, я про это тоже уже говорил, звучит как светлячок. Это имеет позитив, свет, надежда, светлячок. Огонь камина тоже. Тепло, надежда на то, что ты будешь дома. А в русском языке, да, я оговорился, ребят, сказал взрыватель, а там поджигатель. Ну какая вам черту разница? Это разве все равно не с терроризмом будет связано для русского человека? Поэтому я очень не разочарован локализацией именно вот этих эпизодов. Здесь очень много смысла. Они теряют. Но Джинкс озвучили великолепно. Если конкретно Джинкс смотреть, озвучка у нее шикарная. И все ее вот эти вот заскоки нам классно переведены. А вот остальные моменты не очень хорошо переведены. Поэтому всем опять же советую смотреть на английском языке, снизу с субтитрами на русском. Да, там будет слово поджигатель написано. Ну ладно, ну так и быть. Но может быть вы сами сможете Firelight перевести. В общем, он говорит, слей все на поджигателей. Скажи, что это они виноваты. Я тут ни при чем. И вот тебе слиты люди. Хотя их попробуй тоже найди. Если бы они могли их найти, они бы уже давно сами нашли силку. И сам бы избавился от них. Потому что поджигатели ему мешают. Мешают развиваться. Джинкс говорит, что... Ну, извини, чувак. Да, наверное, из-за меня столько делов плохих произошло. Ну и сама она говорит, что она не может сейчас работать над проектом этим. Потому что у нее слишком много флешбеков постоянно. После чего она показывает диалог Вай вместе с борделя-носителем, борделя-хозяйкой. Как она называется? Что-то вылетело из головы. И борделя-хозяйка очень опечалена. Потому что, с одной стороны, она рада, что Вай жива. С другой стороны, она понимает, что сейчас в душе Вай находится. Это злость, это ненависть, это вот желание отомстить. Вандера убили, детей убили. И когда та спросила, ты не знаешь, где Павдер, она сказала, что не знает. И это немножко странно, потому что я не думаю, что она не знает, что Джинкс у него. Скорее всего, она не хотела просто расстраивать Вай еще больше. И так видела, насколько сломлено. Точнее, даже не сломлено, а вот на этом, знаете, как на пороховой бочке находится Вай. Она готова взорваться уже сейчас. После чего нам показывают очень странную сцену. Но она странна для тех людей, которые, ну, не знаю, асексуальны, что ли. Потому что они говорят, а, как это секс здесь произошел? Ай-яй-яй, райты не должны были переходить грань. Я реально читал эти комментарии, ребят. Я охреневал. Не на русском это писали, благо я видел это на Reddit. И несколько людей говорили, что Джейс вообще никогда не должен был заниматься с ней сексом. Потому что у него есть Кейтлин. Во-первых, откуда они это взяли? Кейтлин это просто дочка его опекунши. То есть опекунши. Да, он пытался к ней мутить. Ну, блин, парни к многим пытаются мутить. Флиртуют со всеми. Это реальная женщина, которая реально ему помогает. Да, я верю. Я знаю, что точнее, что она голдигерша. Я вижу, что она им манипулирует. Мы это тоже видим со стороны. Потому что уж слишком много намеков нам на это показывают. Но со стороны Джейса это выглядит вполне нормально. Кейтлин его отвергла уже много раз и показывала, что она им пренебрегает и ей вообще он не интересен. Ни как человек, ни как личность. А здесь персонаж полностью всегда говорит ему, что он самый правый, самый хороший, самый милый, самый красивый. Так, блин, понятное дело. И она его целует. И, конечно же, он ей ответит. Хотя даже когда поцелуй происходит, он будет удивлен. Потом нам покажут цену секса. Но самое интересное то, что в этот момент нам покажут Виктора. И это как раз таки раскрывает нам всю эту тему, где могли люди подумать, что гачи отношения между Виктором и Джейсом были и должны быть. А нет, никакого такого момента здесь не было. Джейс просто был заинтересован остаться в живых, да, чтобы самого себя не убивать и работать технологиями. И Виктор тоже был всегда заинтересован технологиями. Джейс, которую начал разрабатывать изначально. И Виктор, когда даже девушка к нему здесь подходит, вот эта вот ассистентка и говорит, может быть, сходим куда-нибудь. Но она там по-другому сказала, не суть важна. Он даже на нее не обратил внимания. Он как стоял к ней спиной, так и стоял спиной. И полностью был погружен в работу. И говорил, да, идите спокойной ночи, я тут буду еще дальше работать. Свет только не выключайте. Типа такого. И это, возможно, еще связано с тем, что он знает, что умирает, и у него нет времени. Нет времени на отношения. Но, скорее всего, он просто такой человек. Он человек, который... Человек дела, ему не до отношений. Он хочет именно технологиями заниматься. Потому что с детства он был таким. Но здесь я уже немножко спойлерю. Следующий эпизод. Мы не будем про него сейчас говорить. В итоге во время эксперимента ему становится плохо. Он опять харкает кровью. И часть этой крови попадает на тот самый хекстэк аппарат, над которым он работает. А в этот момент очень хорошо прессовывает Мел Джейса. Нам показывает спину Джейса и радостную Мел. И здесь происходит, ребят, то, чего многие не поняли. Я не знаю, как это можно было не понять. Это зарождение. Зарождение нового Джейса. У нас было пять Джейсов. Я про это вам говорил. Теперь у нас зародился Джейс, который будет думать только о том, что хочет делать Мел. У нас есть зарождение хекстэка. И, соответственно, Виктор понимает, что он умирает. И это зарождение нового вот этого киборга, будущего, на основе которой технологии он будет себя дальше делать. И у нас есть чуть-чуть. Следующая сцена. Зарождение Джейс. Где прям четким текстом Силка говорит, меня здесь утопили, и я родился заново. Перестал быть слабаком, стал сильным человеком. Я хочу, чтобы ты тоже перестала быть слабачкой, убила Павдор и родила в себе Джейс. Как вы это можете не увидеть? Извините, ребят. Извините меня за мой этот ну, шикарно же, ну, шикарно же. Ну, ладно, идем дальше. Дальше у нас песенка. Imagine Dragons та самая. И вот этот кадр я обязан вам показать, потому что перед этим перед этим кадром было. Сейчас, подождите, это чуть дальше будет, да? Да, сейчас песня. Как раз-таки нам показывают Мел, которая почему-то проснулась после оргазма одна, говорит, куда делся мой мужик. Я не поняла, типа, что за фигня, куда делся мужик. Я вроде его себе приютила, а мужика нет. Почему-то у него одна рука, но не суть важна. И нам шикарный кадр делают, что Джейс вроде как зародился, но вот опять второй Джейс остался, да? Вот номер два Джейс, который хочет помочь Виктору всем, чем может, он остался. И здесь Виктор говорит, что он умирает. Точнее, не Виктор, это говорит, а Джейс говорит, что ты умираешь, а Виктор спрашивает, сколько докторам не оставили времени. Ответа на это не последует, зато последует другое, ребят. Пасхалку, которую многие тоже не увидели. Точнее, не пасхалку, а красивый кадр. Сейчас вам я его покажу. Прямо после этой сцены, где Джейс не ответил, вылетает карта, где написано смерть магу. И посмотрите на этого мага. Ну, здесь смерть, надпись, здесь магище, маг. И мы видим, что маг что-то делает с хекстэком, ну, что-то делает с арканой, и одна рука как будто прикреплена к нему сзади. Ну, очевидно, что это лазерная рука, та самая. И это отсылка к тому, что смерть Виктора, она уже не избежать ее. Она будет. Следующая сцена будет очень интересна. Я вообще в шоке с того, что боевка так хорошо нарисована в этой вселенной. Вай нападает на как раз-таки подручную Силика и начинает с ним сражаться. Впервые мы увидим у нее ее роботизированную руку. И все это сражение, я даже, когда второй раз специально пересматривал, я пересмотрел и его от начала до конца не перематывал. Хотя, казалось бы, здесь точно ничего показывать не будут. Ну, как бы просто боевка и боевка. Ну, уж так мне понравилась постановка. Как будто я занимался Джеки Чан, да, а не Стивен Сигал. Все реально круто, красивая битва. И при этом, знаете, вот есть битвы, сражения, когда ты, ну, понимаешь, что ну, наигранно, ну, слишком наигранно. У Джеки Чана это наигранно, но это весело, потому что постоянно какие-то акробатические действия происходят. А есть наигранно, когда там удар, и как будто его не нанесли, да, никакой реакции нет тела на эти удары. Здесь же, ну, или откидывают противника вместо того, чтобы убить, блин. У него меч в руках, он берет его, откидывает зачем-то. Нахрена ты это делаешь, зарежь его. Здесь такого ни разу не было. Здесь реальное ММО, ММА, ММО, блин. ММА, битва, где каждый хочет реально убить соперника. И битва очень реалистична. показана. По итогу этой битвы вроде как победила Вай, но при этом Вай не добивает, потому что ей нужно выбить информацию. Когда она выбивает эту информацию, она выясняет, что Джинкс не просто работает на Силика, на Силку, так а Джинкс еще ему как дочь. И Вай понимает, что ну, ей ничего уже от жизни не нужно. Она готова отдаться. Но Кейтлин не дает умереть своей подруге. Появляется из ниоткуда. Стреляет из своей винтовки. Брат не убивает человека. Хэдшот ее не добивает. Видимо, мало критов выкачало. После чего интересная, красивая сцена происходит. Диалоговая, где опять же люди говорили про вот эти вот лесбийские отношения между персонажами. Ну, ребят, ну вы смеетесь. Это же прямая отсылка к тому, что Кексы, Кейтлин, ее любимая еда. Мы же про это уже говорили с вами предыдущие. Как можно этого не видеть? И Райты как раз это оставили, где Вай ее называет Кексик. Она ее троллит тем, что она слишком такая свитий, слишком такая миленькая, добренькая и сладенькая. Для этого мира неподготовленная и такая Кейтлин и является. Ведь Кейтлин была всегда под защитой своих родителей, всегда была за стеной и в реальный мир она только сегодня выбралась и Вай на это намекает и говорит ей ну ладно, Кексик, убедила меня, ты можешь мне помочь. И после этого Кейтлин берет ее за руку, поднимает Вай с колена. Это очень символичная сцена, давайте покажу вам ее. Она реально очень символичная сцена. Видите, здесь она тоже стоит над Вай и поправляет постоянно Вай, а Вай говорит ну что, ты мне поможешь Кексик или как? Она говорит перестань меня называть Кексик, но при этом помогает. Дает ей руку и это реально символичная сцена в том, что Вай признает в себе равного Кейтлин. То есть они равны друг другу, они действительно партнеры, партнеры. Ну не те партнеры, про которых вы подумали. Бог ты мой, ребят, прекратите. Почему у вас везде это видится? Ладно, когда я пошутил там с Джейсом и Виктором, ну я же реально шутил, а вы что на серьезных щах это думаете? Нет никаких лесбийских отношений здесь. Нет никаких гейских отношений между Виктором и Джейсом. Все у них как обычно. Обычные дружеские отношения. Или вы в школе тоже, когда девушка с девушкой общается, сразу об этом думаете. Но лечиться надо тогда, товарищи. К чему мы это все? К тому, что Джейс начала работать, дорабатывает все же хекстек проект, который она сначала решила выбросить, потому что испугалась. Ну а в этот момент прибегает к главарю, и вот его лицо, к главарю побитое, его правая рука, и говорит, что сестра жива. И здесь гигантское уважение силку, потому что я вижу его лицо, я вижу, он удивлен и говорит, как? Она что, жива, мол? Он был уверен, что она мертва. Если бы он знал, что Вай жива все это время, он, возможно, ее попытался бы на свою сторону перенять, возможно, попытался ее даже убить. Ну, как бы, неизвестно, как бы он поступил. Но сейчас мы точно знаем, что он был абсолютно уверен, что она мертва, и поэтому постоянно Джинкс говорил, что твоя сестра мертва, о ней можешь забыть, и сейчас для него просто шок происходит, что она жива, надо разбираться. И на этом сериал, эта серия заканчивается, и заканчивается мой монолог. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, сейчас я проверю, я все записал, то, что у меня было. Кроме одной вещи, я вам не рассказал, но не знаю, стоит ли про это еще раз говорить. там, когда в бордель заходила Вай с Кейтлин, Вай произнесла фразу ту же самую, которая была использована в Игре Престолов. Как раз-таки на фоне этого сцена еще происходила консулов, они тоже про Игру Престолов, я отсылочку делал, там фраза звучала так, здесь обнажается истина. Но на самом деле, возможно, эта фраза, она просто общая, и всегда про бордель можно так говорить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. С вами был Виви, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok